Прекрасный зимний день. Самое время отвезти детей на прогулку, говорит Карина. Найти общее занятие для двух дочек – задача не из простых. Мама знает точно, перед ледяной горкой, появившейся недавно во дворе, устоять не может ни одна. Мы тут в соседнем дворе живем и часто приходим, катаемся, в садик пока не ходим. И дети, конечно, в восторге на свежем воздухе, еще и так красиво все соорудили. Нам, конечно, очень нравится. Спасибо организаторам. Она очень быстро катает. С виражами, с крутыми поворотами. Ледяную горку в этом Одинцовском дворе возводят вот уже 14 лет подряд. Каждый год она разная. Раскрасить детство. Именно к этому стремятся инициаторы. С первым снегом начинается подготовительный этап. В сборе снега принимают участие и взрослые, и дети. Лишь после выстраивается траектория, углы, повороты и наклоны. Дальше важный этап – намораживание ледяной корки. Ждем, собственно, морозов для того, чтобы наморозить ледяную корку. Потому что это очень важно, чтобы корка была прочная, чтобы не было никаких, скажем, повреждений, пробоин и так далее. То есть мы намораживаем, когда морозы, ночами поливаем с распылителем, укрепляя ледяной слой. Ледяной слой достигает трех сантиметров. Этого достаточно, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Правила безопасного катания на ледяной горке – обязательная часть. Горкой решили не ограничиваться. Возвели ледяные скульптуры, и двор превратился в настоящее зимнее царство.